Добрый вечер. Пришло время рассказать о том, каким был этот день в ближайшие 20 минут. Информационная картина среды в репортажах моих коллег. В начале по традиции основные темы выпуска. Танкпром век 20. Конференция открылась на Уралвагонзаводе. Посвящена она истории танковой промышленности. Появится ли в Нижнем Тагеле танковый заповедник? Радуга здоровье не подарила. Тагельские пенсионеры в очередной раз купились на уловку мошенников. Приобрели дорогостоящие медицинские аппараты. В их случае бесполезные. Как вернуть теперь свои деньги? Совет «До любовь» парам Зержинского района вручили областные знаки отличия. Как полвека прожить вместе, чтоб дает областная награда. А теперь обо всем по порядку. Музей танкпрома сегодня был сделан первый шаг для его создания. Во дворце культуры имени Окунева началась конференция «Танкпром век 20-й». Каковы предпосылки открытия танкового заповедника в Нижнем Тагеле, узнал Александр Мешков. Создание в Нижнем Тагеле танкового заповедника – дело непростое. Оно требует, подчеркивалось на конференции, разработки проекта и государственной поддержки. Для решения этого вопроса во дворце культуры имени Окунева собрались крупные ученые, военные эксперты, специалисты по истории отечественной промышленности, ветераны и действующие работники танкпрома. Они представили свое видение музея. Структуру музея я начал устраивать следующим образом. Конечно, надо показать предшественникам танка. Во-вторых, надо обратить особое внимание на ключевые элементы танка. В ходе конференции подняты вопросы музейного строительства на предприятиях, учреждениях «Танкпрома». Мировой опыт и российская проблематика корпоративных музеев и многие другие темы. «Танкпром век 20-й» – первая российская конференция по истории танковой промышленности. У нас, чем бы ни говорили два союзника армии, сегодня танки нашли свое место, достойное место в военной доктрине. И история использования танкового производства важна. И это история той отрасли промышленности, без которой и в дальнейшем Россия существовать не сможет. Как доктор технических наук Сергей Носов выступил с докладом по истории броневого производства на Магнитогорском металлургическом комбинате. Завтра в рамках конференции пройдет круглый стол по обсуждению программы в музее «Танкпрома». Александр Мешков, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Танки штурмуют и дороги. Бронетехника вновь застала врасплох водителей Тагила. Автолюбители сей момент запечатлели на видеорегистраторы и выложили в интернет. По факту той видеозаписи, которая попала в интернет, видеозаписи с регистратора, на данный момент проводится проверка. По результатам проверки уже будут приниматься соответствующие меры. Подобное видео сделали и в январе. Танк точно так же внезапно выехал на проезжую часть. Правда, тогда вины танкиста, рассказывают, в ГАИ не было. Бронетехника проехала на разрешающий сигнал светофора. Свежее видео вызывает вопросов больше. Отчетливо видно, что машина с зеленого сигнала светофора не дождалась. Если вина водителя танка будет доказана, то он будет привлечен к административной ответственности. А это видео уже сняли мы сами после того, как в редакцию позвонили жители вагонки. На проезжей части по восточному шоссе из-под земли бьет фонтан. Лужа посреди дороги образовалась немаленькая. Как такое могло случиться на дороге, закатанной асфальтом? Этот вопрос мы задали представителям отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Дзержинского района, а затем и ввода канала. В ведомствах сообщили, что информация от жителей об авариях не поступала. Сказка про панацею. Препаратом от всех болезней мошенники вновь пытаются вылечить пенсионеров города. С приборами, которые им абсолютно противопоказаны, оставили жители 10-го дома на проспекте космонавтов. Тагильчане уверяют, без гипноза не обошлось. Елена Терехова разбиралась в ситуации. В паспорт этих женщин теперь можно не смотреть, а прописки расскажут вот эти коробки. Такие теперь почти у каждого пенсионера 10-го дома на проспекте космонавтов. Вера Лютикова, например, чтобы получить ее, потратила заначку, которую много лет копила сестре на памятник. Я достаю их, считаю в кошельке, где нет, у меня не хватает этих денег. Она, ну поищите еще деньги. У меня племянник здесь сидел. Я, в общем, у Зои Владимировны попросила, у соседки взаимы. А сама, знаете, вот даже не реагирую на то, что она-то у меня ведь вытягивает эти деньги. Она – это представитель компании, которая торгует уникальными аппаратами от всех болезней. Сотрудники фирмы приехали к дому пенсионеров. Правда, чудо-технику достали не сразу. Полечить вначале решили рассказами о перерасчете пенсии и трудовом стаже. Вот слушали, как вы знаете, вот просто вот зомбированные мы были. Ну, рассказал нам это все. Следующая фраза была такова, что эти аппараты, например, в Москве стоят 35 тысяч. Но у нас на Урале они в два раза дешевле – 15 тысяч. Но у нас сегодня идет акция. Мы вам продаем еще половину. Сумму он не назвал. Пенсионеры разошлись по домам, но на этом гости попрощаться не захотели. Перешли на индивидуальную атаку в квартирах. Там рекламировали аппараты, а после оплаты просили быстро расписаться и уходили. Я ему сразу сказала, что у меня онкология самое главное, меня больше ничего не волнует. И когда он записывал вот эти вот, Александр Русланович, вот эти вот бумажки, ну как заполнял, я говорю, я пойду очки принесу, куда мне расписываться, он мне надо очки, я вам покажу, где расписаться. Но когда очки нашлись, след предпринимателей простыл, пенсионеры заметили, что лечит этот аппарат лишь болезни незначительные. И противопоказания у него в два раза больше, в числе которых и онкология, и гипертония. Звоню, мне отвечают, торговая компания «Статус». Я говорю, а при чем здесь торговая компания, мне нужен информационный, там, межрегиональный отдел. Они говорят, нет, вот вы попали в компанию «Статус», что вас интересует. Я вот им объяснила ситуацию, что меня интересует. Объяснила все, они говорят, приезжайте, напишите заявление. Заявление написала, через несколько дней пришел ответ, деньги не вернут. И подкрепили предприниматели все это целой страницей статей. Женщины решили не сдаваться и свои потребительские права защищать. К нам уже в консультационный пункт обратилось более 12 потребителей, которые готовы на сегодняшний день подать иски в суды и составить в адрес Черного эти претензии с требованием возврата денежных средств. Предприниматель Черный в Тагиле не единственный, кто промышляет подобными аппаратами. В Центре гигиены и эпидемиологии указывают и на некоего ИП Капустина. Не прошло еще ни года, говорят, чтобы эта псевдопанацея не заразила доверчивых пенсионеров. Елена Терехова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Итоговый выпуск новостей в эфире Тагил-ТВ. И мы продолжаем. Полноправными гражданами России стали сегодня 19 школьников, жителей Тагилстроевского района. Они получили первые в их жизни паспорта. Мы поздравляем каждого ребенка, потому что для каждого ребенка это какое-то событие в жизни. И поэтому мы стараемся что-то, не как обычному гражданину, вручить паспорт, как-то выделить ребенка. Каждый произнес клятву беречь документы, быть достойным гражданином своей страны. Ребятам объяснили, зачем нужен паспорт, рассказали об истории документа, о правах и обязанностях граждан России, а также с какого возраста они могут реализовать свое избирательное право, то есть участвовать в выборах. Я ощущаю себя гражданином Российской Федерации. Взрослым. Очень рады, что в торжественной обстановке происходит вручение паспортов. Очень запоминающиеся события для подростков, для нас. Специалисты объяснили, менять паспорт нужно в 20 лет, а затем в 45, а также при смене имени или фамилии. Вместо кабинетов и документов строевая подготовка и стрельба. Сегодня в учебном центре ГУФСИН прошел первый этап конкурса «Лучший работник службы кадров и работы с личным составом уголовной исполнительной системы». О самых метких кадровиках расскажет Александр Мешков. Вместо патронов луч света. Экономия боеприпасов – одно из преимуществ интерактивного лазерного тира. Он появился в учебном центре ГУФСИН в прошлом году. Повышать квалификацию сюда приезжают сотрудники исправительных учреждений со всей области и даже из других регионов. Приходится соответствовать современным техническим требованиям. Отрабатывать саму изготовку стрельбы, производить плавный спуск, брать ровную мошку. И вот обратите внимание, что я сделала акцент, именно психологически мы готовим сотрудника не бояться оружия и тем более стрелять. Сегодня лазерный тир собрал участников конкурса «Лучший работник службы кадров и работы с личным составом уголовной исполнительной системы». «Мы служим людям» – так о своей профессии отзывается Ольга Савиных. До службы в ГУФСИН она работала в органах внутренних дел. На тренировках не раз приходилось стрелять. А конкурс пошла, чтобы проверить свои силы. Трудностей никаких нет, если ты дисциплинирован. И если у тебя есть желание, ну как сказать, быть лучшим и быть на высоте. А если у тебя этого желания нет и мотивации нет к этому, то тогда ты не сможешь ни строевой заниматься, ни огневой подготовкой. Кроме строевой, огневой и физической подготовки, участников ждут зачеты по билетам и тесты. Проверять будут знания законов и умение оказывать первую медицинскую помощь. Такой конкурс профессионального мастерства проводится впервые. Поднятие престижа уголовной исполнительной системы в глазах общественности – это первое. Второе – естественно повышение профессионального уровня сотрудников уголовной исполнительной системы. Всего в первом этапе участвуют 9 начальников отделов кадров. Завтра среди них будет выбран лучший. Он отправится в Новосибирск на всероссийский этап конкурса. Александр Мешков, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Водители и пешеходы, оказавшиеся в центре Нижнего Тагила сегодня утром, стали участниками необычной акции «Малыши за безопасность на дороге». Воспитанники 52-го детского сада вместе с педагогами и инспекторами ГИБДД вышли на улицу Пархоменко. Дети желали доброго, а главное – безопасного пути водителям, ожидающим зеленый сигнал светофора. Пешеходов тоже не обделили вниманием, вручали детские рисунки на тему соблюдения правил дорожного движения. Любовь без срока годности. Пары, чьи чувства сохранились спустя 50 лет семейной жизни, собрали в управлении социальной политики Дзержинского района, чтобы вручить медаль «Совет да любовь». Всегда вместе, всегда рядом, так про эту пару говорят все в округе. Уже на протяжении 50 лет. Вместе растили детей, и одна дорога была на работу – Мария Никитична и Иван Николаевич. Бывшие сотрудники 590-го цеха ОВЗ. Но это делится, их любовь не сломила. Это прежде всего ответственность перед этим решением, то есть объединиться, создать семью. Вот самое основное – это ответственность. Пример долгожительства любви и эти две пары. Свою жизнь они тоже отдали Уралвагонзаводу. Поэтому сегодня «Совет да любовь» им желают не только сотрудники управления социальной политики населения, но и представители ОВЗ. Это действительно почетно, значимо и очень приятно, что действительно каждый из вас отработал на нашем предприятии. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы все у вас было хорошо, чтобы ваши детки были достойны вас, равнялись на вас. Так держать. Вы молодцы действительно. За это мы вам очень благодарны и низкий вам поклон. И встреча богата не только на семейный юбилей. Десять лет, как в этом здании, торжественно вручают подобные знаки отличия супружеским парам. 66 влюбленных ветеранов УВЗ носят медали «Совет да любовь». Закон действует с января 2011 года. И за этот период на вагонке обратилось более 660 супружеских семейных пар. Те, которые прожили 50 и более 50 лет и воспитали достойных детей. Поэтому делится начальник вагонка. Место непростое. Более 500 семей имеют этот знак. И этот факт дает право называть Дзержинский районом настоящей супружеской верности. Елена Терехова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Елена Терехова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. И на этом моя часть выпуска завершена. И мне остается напомнить, если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagildefestv.ru Раздел «Сообщие новости» или звоните по телефону редакции 419551. Автор самой позитивной новости этой недели станет обладателем приза. Билетов на концерт певца Витаса, который состоится 14 апреля в ДК Окунево. И на этом моя часть выпуска завершена. Впереди новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго. Тагильские баскетболисты завершают сезон высшей леги. В субботу Старый Соболь начинает серию заключительных матчей, по итогам которых команды распределят места в турнирной таблице. Матчи будут проходить всю следующую неделю в Самаре. Как рассказал нам главный тренер команды Сергей Ежов, Соболя, к сожалению, уже не борются за чемпионство. Максимум, на что могут рассчитывать тагильчане, это девятое место в турнирной таблице по итогам сезона. Но и за эту позицию нужно будет побороться, считает Сергей Ежов. В Самаре пройдет последний этап чемпионата России в баскетболе, где встретятся 8 команд, сыграют за места с девятого по шестнадцатые. В нашей подгруппе играют четыре команды. Это с Черкесск, Курск, Брянск и мы. Наша задача попасть в двойку и побороться за более высокое место. Сами соболя уверены, что игры в Самаре будут выиграны. Во всяком случае, игроки Старого Соболя настроены только на победу. Всех выиграем мастерами, очень агрессивно, злые после поражения в Твери. Третья победа, 100%. По словам тренера, в команде много молодых игроков, у которых спортивная карьера только начинается, и они стараются показать свое мастерство соперникам на баскетбольной площадке. В основном составе команды выступает несколько воспитанников ДЮС США «Старый Соболь». На прошлой неделе, напомню, молодые спортсмены выиграли первенство Свердловской области досрочно. Когда Соболя вернутся из Самары, их ждет еще один матч, который можно назвать историческим. На площадке баскетбольного зала нашей команды встретятся действующие игроки Старого Соболя и команда их бывших одноклубников. 20 апреля в Нижний Тагил приедут многие баскетболисты, которые за 20-летнюю историю клуба защищали эмблему Соболей. Помнят, таких или нет, играли они на протяжении многих лет. Там Кшнякин, Роман, мастер спорта Фокин, Скачков, Голубев приедет, Маркелов, который играет в Тобольске, в Гревнов, Вагнер, который играет за Ставрополь сейчас, Дубинин, который играет в Барнауле. Короче, те игроки, которые проливали кровь и пот за Нижний Тагил. Подробнее о матче звезд мы расскажем вам на следующей неделе. Александр Сальников, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости спорта Тагил ТВ.